Ки для бильярда, скамейки для театра, прилавки для магазинов и многое другое. Такую разнообразную продукцию в расцвет своей деятельности выпускал лесопильный завод Стелла Палари. Об этих и других интересных фактах сегодня на лекции со своими учениками поделилась учитель истории школы лесозавода. В исторический экскурс отправилась и наша съемочная группа. Оказывается, большинство людей, проживающих в поселке, в поселке лесозавод и Мирный, это люди родом из Низени, из Вологды. А как они здесь оказались? Ольга Коткина, учитель лесозаводской школы, знакомит своих учеников с историей лесозавода. 114 лет назад товарищество Стелла Паляри открыл норвежский подданный коммерсант Мартин Ульсен. Место в низовьях реки казалось перспективным. По Печоре было удобно сплавлять лес Донаринмара с делянок в коме, а морской путь открывал дорогу в иностранные порты. Предприятие получилось выгодным и технически продвинутым. Уже в 904 году цеха освещались электрическими лампочками. В 905 на средства для рабочих и служащих завода была построена церковно-приходская школа, училище, чайное, почтовое отделение. В 913 заработал самодеятельный театр, появилась бильярдная. Даже в годы войны лесозавод не переставал работать, выпуская не только пиломатериалы, но и готовую продукцию. Например, в годы войны, в 1941 году на лесозаводе выпускали следующую продукцию. Двери, комоды, прилавки для магазинов, стулья, койки, рамы оконные, фобы, диваны, табуретки. В то время не было магазинов, негде было купить. И поэтому всё изготавливалось. Мебель, игрушки, даже кубы для детского сада изготавливали на лесозаводе. Рассвет лесозавода пришёлся на советский период, особенно на 70-80-е годы. В те времена там трудились 2000 человек. В 2010-м Стеллополярь прекратил своё существование. Чтобы история одного из некогда крупнейшего предприятия жила не только в памяти его ветеранов, во второй школе ежегодно проводится экскурс. Ведь многие ученики – это потомки тех людей, кто стоял у истоков становления завода. Среди них и Валерия Шутковская. Моя бабушка работала на лесозаводе 36,5 лет. Она работала и на производстве, и в отделе кадров. Она очень любила свою работу. И вообще она в коллективе, в своём рабочем коллективе была очень важной личностью. Она, так скажем, заводила женского коллектива. Действительно, Эльза Шутковская до сих пор энергичная женщина, несмотря на возраст. Недавно она вместе с другими ветеранами отмечала большое событие – открытие памятника работникам лесозавода. Мы, конечно, очень-очень рады, что наконец-то у нас появился свой памятник. Наша доска очень-очень ценилась на экспорте. В основном мы ездили, за границу у нас уходила. Поэтому мы рады, что мы работали на таком прекрасном, большом, большом коллективе. И до сих пор помним всё до мелочи, как пришли, как ушли. Сегодня такие же ветераны предприятия, как Эльза Шутковская, пришли поделиться своими воспоминаниями о трудовых буднях с учениками второй школы. Именно они и стали инициаторами памятной встречи. Ведь она поможет успешно сдать тест по истории лесозавода. Он состоится на следующей неделе. Победителя уже ожидает ценный приз. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Спасибо. Спасибо. Спасибо.